Согласно раннесредневековым скандинавским законам, женщины обладали равными с мужчинами правами. Кроме того, некоторые женщины занимали особое место в обществе, становясь жрицами и оракулами, что давало им огромную власть и влияние. Равноправие доходило до того, что даже были женщины-воительницы, которые сражались на поле боя вместе с мужчинами. Если воительница погибала, то ее хоронили с такими же почестями, как это было в случае с мужчиной. Примечательно, но современные ученые долгое время сомневались в том, что женщины-воительницы действительно существовали, но записи времен Византийской империи помогли расставить точки над «и». Некоторые нюансы в обществе викингов В обществе викингов существовало негласное правило, согласно которому женщина должна была выйти замуж за того, кого ей выберут родители. Однако женщина могла игнорировать это правило, но тогда она рисковала разругаться с родней и лишиться наследства. Если же женщина следовала совету родителей, но брак оказывался неудачным, то она имела право развестись и выбрать нового мужа уже самостоятельно. Стоит отметить, что с мужчинами в скандинавском обществе проблем не было, так как из-за несбалансированной демографической ситуации их было намного больше женщин. Для женщин также было социально приемлемым жить с партнером и иметь детей вне брака. Даже в этом случае, несмотря на отсутствие законного брака, дети в любом случае были единственными наследниками своих родителей. Если быть точнее, то наследник всегда был один, и им становился старший сын. Если же сына не было, то наследство доставалось старшей дочери.